С вами новости спорта, я Марина Азябина. Здравствуйте. Футболисты Ижевского «Зенита» провели очередной матч в рамках первенства ПФЛ зоны Урал-Приволжья. В Новотроицке они встречались с местной Носной. Подопечные Игоря Менчикова одержали верх над соперником 2-1. Параллельно свой поединок в Челябинске проводили конкуренты. Нижегородский – олимпиец. И он тоже выиграл 3-2. В турнирной таблице все без изменений. Ижевская дружина – первая, Нижегородская – вторая, разница – два очка. А спортсмены «Глазовского прогресса» борются за исторический выход в плей-офф национальной суперлигии. На домашней паркете они принимали Екатеринбургскую «Синару». Все подробности у Татьяны Мальцевой. Для «Глазовчан» этот матч был принципиален вдвойне. Одно то, что наставник «Глазовской дружины» знаком не понаслышке с «Синарой», много лет входил в тренерский штаб, а многом говорит. К этому фактору прибавился еще более глобальный. По итогам этой игры могла быть написана новая история клуба. Для нас эта игра была очень и очень принципиальной, очень важной. То есть мы могли уже все свои задачи, которые ставились на сезон, решить в этой игре, не откладывать на последнюю игру. Возможно, именно потому, что цена ошибки слишком высока, первый тайм прошел в сверхоборонительном стиле. Обе команды осторожничали и ждали осечки у конкурентов. «Поначалу соперник нас не прессинговал, то есть давал им играть. И счет был такой, ну, равный. То есть, а потом они начали прессинговать. Мы дальними забросами сегодня забили пару голов, и это нам помогло». Второй тайм подарил поклонникам массу эмоций. Один за другим мячи в ворота Синара отправляли глазовчане. Тем не менее, соперники не сдавались. В напряженном поединке крепче нервы оказались у хозяев паркета. Победа 6-4. И исторический выход в плей-офф в национальные суперлиги. Дальше, как говорится, без комментариев. Хочу поздравить всех болельщиков, наших горячо любимых, что они пришли. Нас сегодня поддержали. И так горячо поддерживали. И мы показали все. Может, даже еще и не на все, что способны. Но сегодня, на самом деле, было на площадке горячо, жарко. И никто не скажет сейчас, что игра была не такая. Последняя игра регулярки пройдет 28 апреля в Щелково против Динамо. Затем решающая стадия. В Уфе прошел первый тур финального этапа женской суперлиги чемпионата. Страны за места с 9 по 11. Лжевский университет выиграл у майкопского клуба «Агуды» со счетом 28-25. И уступил хозяевам у финской «Алисе» 20-29. Следующий второй тур пройдет в Майкопе с 9 по 14 мая. А в Москве тем временем завершились финальные соревнования первенства России среди юношей 2004 года рождения. Команда «Дюш» города Можги, возглавляемая Андреем Малюгановым, смогла войти в топ-десятку сильнейших коллективов страны. В последний день соревнований ребята уступили сверстникам из Краснодара 48-78 и заняли в итоге 10-е место. Это успех, учитывая тот факт, что для ребят это первый опыт выступления на национальном турнире. Далее шахматные вести. В Краснодарском крае завершилось первенство России. В составе сборной Привозского округа там выступал спортсмен у Зудмурты Дмитрий Мачалов. В соревнованиях по Рапиду он в возрастной группе мальчиков до 11 лет занял первое место, набрав 9,5 очков из 11 возможных. Всего же на турнире в Лоу выступали около 900 юных шахматистов. Продолжаем выпуск. Группы поддержки выходят на отдельную орбиту. Чирлидеры, так называют подтанцовку на серьезных стартах, теперь соревнуются между собой и увлекают свое движение все больше народу. О чемпионате и первенстве Удмуртии, которое прошло в Залежеской медакадемии при полном отшлаге наш видеоматериал. Яркие костюмы, блестящие помпоны, красная помада. В этом виде спорта главная зрелищность. Участники подготовили к турниру зажигательные дуэтные командные номера, пытаясь поразить судейскую бригаду и зрителей своими танцевальными выступлениями. И им это удалось. Восхищение, что они это могут сделать, что дети как бы не волнуются, рады, счастливы. И стремятся, конечно, получить медали. Все хотят медали, медали, губки, да, за этим едут. Это фигура, это умение делать то, чего не умеют 99% сверстников. Либо летать на 5 метров от пола, либо прыгать шпагат и крутить там фуэты 8-16, которые даже не все балерины могут. Участвовали девочки разных возрастов. В некоторых командах даже были мальчики. Дисциплины чир – это пирамиды, станты, выбросы, а также чир-фристайл, где сочетается гимнастика и хириография с особо четкой работой рук с помпонами. Но главное правило успеха – сильный командный дух. Улыбаться, не забывать движения и, конечно, не запутываться. Вот это вот надо все делать. И выиграешь. Да. Во-первых, это дружба все-таки, да. Сплочение команды должно быть в первую очередь, но потом результат. Сегодня на что настроена команда? На победу. Жюри оценивали в танциальной программе исполнительское мастерство, эмоциональность, координацию и синхронность движений, а также внешний вид. Победителями в итоге в дисциплине чир среди юных атлетов стала команда «Мечта» из поселка Италмаз. В чир пристали двойки воспитанницы 34-й школы Тютяева и Смирнова. Отметим и команду «Санрайз». Она стала первой среди юниоров в дисциплине чир. Подведем итоги городского этапа детской лиги плавания. В этих соревнованиях на начальном этапе приняли участие 1300 школьников третьих классов. Победителями стали учащиеся 32-й школы. Второе и третье места у юных пловцов 91-й и 93-й школ. 13 мая они примут участие уже в республиканском этапе. И последнее. Завтра, 26 апреля, во дворце спорта Утгу стартует чемпионат России по настольному теннису среди студентов. Соревнования являются этапом отбора на Всемирную универсиаду в Тайбее. Ожидается приезд ведущих игроков страны из 30 регионов России. Начало игр в 10 утра. Приходите. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова